Ростовская область Предприятие Полесье конструирует и производит оборудование для атомной энергетики вот уже 24 года. Рынок сбыта в России и далеко за ее пределами. Конкурентная способность обеспечивает высокий уровень профессионализма коллектива и руководителей, а также оборудование. Например, среди частных организаций в России такой рентген-аппарат есть только у Полесье. Сейчас мы находимся в камере рентгеновского излучения. То есть все дефекты, которые находятся в сварном соединении, мы обнаруживаем путем рентгеновских излучений и рентгеновской пленки. Потом радиографическая пленка проявляется и расшифровывается. На снимке все отчетливо видно. Такие дефекты, сколько. Ну, конечно, еще один фактор – организация процессов на производстве. Два года назад завод подключился к нацпроекту «Производительность труда». Это продуктовый подход, то есть мы начали распределять изготовление оборудования внутри предприятия, именно пользуясь этим подходом, что дало возможность более эффективной организации труда за счет схожести технологии изготовления, применяемого оборудования, инструмента на локальных участках. Сегодня 95 предприятий в Ростовской области участвуют в нацпроекте «Производительность труда». Среди них и ТАПАС-сервис, который производит оборудование для нефтебаз и АЗС. За время участия в проекте производительность труда повысилась на 30%. Мы это предприятие, которое имеет замкнутый цикл производства, и начинаем именно с проектирования плат, изделий и, соответственно, полный цикл производства от начала до конца. У нас снизился объем незавершенного производства, у нас снизились запасы. Мы имеем, скажем так, снижение производственных цепочек с точки зрения длительности их. Так время переналадки производства сократили с 3 часов 25 минут до 43 минут. Хотя изначально коллектив не слишком радостно встретил перемены. Сопротивлялись поначалу, какие-то свои хотели нести изменения. Но так как нам было предложено такой вариант, мы согласились и почувствовали естественные изменения в лучшую сторону. Поэтому мы вполне довольны системой 5С. И такой опыт предприятиям только на пользу. Особенно в сложившейся экономической ситуации, когда нужно уметь быстро адаптироваться к новым условиям. Вот этот запас прочности, который компании, участники нацпроекта набрали, помогает им справиться с этим серьезным вызовом. Потому что требуется время для перестройки рынков сбыта, для перестройки географии сбыта, географии экспорта. Им нужны новые партнеры по поставке комплектующих. Им нужны новые партнеры по импортозамещению внутри страны. Им нужны новые инновационные решения со стороны российской науки. И участие в нацпроекте «Производительность труда» помогает принять этот вызов и, возможно, показать устойчивый экономический рост. Знания и умения выстраивать производственные процессы, особенно актуальны в сложившейся экономической ситуации. Вы согласны? Да, я бы сказал, что реализация программы помогает предприятиям выстраивать более эффективные производственные системы, но, и что немаловажно, позволяет эти производственные системы делать более гибкими, что очень актуально сегодня в той ситуации, в которой мы находимся. И что это значит? Это значит, что предприятия приобретают возможность не только находить и выявлять потери в производственном процессе, устранять их и таким образом повышать собственную эффективность. Но это и значит, что в любых экономических условиях, в любой ситуации предприятие имеет возможность быстро перестраиваться и быстро находить решения, используя те инструменты, методологии бережливого производства, которые мы на предприятиях внедряем в ходе реализации проектов. По мнению ряда экспертов, санкции открывают российскому бизнесу ряд новых возможностей. И речь идет в том числе об увеличении производства. Вот каких отраслей это касается прежде всего, на ваш взгляд? Ну, я думаю, что это касается всех отраслей промышленности. Но я бы хотел сказать, что действительно сегодня любая кризисная ситуация, она в то же время открывает двери возможностей. И сегодня для предприятий России, в частности Ростовской области, такие возможности существуют, в частности в сфере импортозамещения. Это то направление, которое реально может давать рост производства, развития предприятиям, в том числе и Ростовской области. Ну, а региональный центр компетенций, как организация, которая помогает предприятиям выстраивать более эффективные производственные системы, может оказать содействие предприятиям в освоении новых продуктов по программе импортозамещения, для того, чтобы как раз и более продуктивными стали процессы, которыми занимается предприятие. И чтобы вот это вот импортозамещение позволило предприятиям удовлетворять те потребности, которые сегодня мы не можем. А сейчас в числе участников нацпроекта есть такие предприятия? Которые реализуют программу импортозамещения? Ну, я думаю, да. Просто на сегодняшний день мы просто сталкиваемся пока что больше с предприятиями, которые как раз потребляют сырье иностранного производства. И они сегодня испытывают некоторые сложности с этим. Но я, как я уже сказал выше или ранее, что как раз это и есть окно возможностей. То есть, если, скажем, для того, чтобы производить детские книжки, нужен милованный картон, который сегодня закупается в Финляндии, а сам картон основа есть в России, то почему его не начать делать здесь? И таким образом не решить эту проблему. И в то же время предприятие может получать, так сказать, новые возможности. То есть, Ваш совет не паниковать, а стараться перестроиться? Конечно. Как Вы оцениваете реализацию нацпроекта производительность труда в Ростовской области? И вот ожидаете ли Вы повышенный спрос со стороны донского бизнеса? Ну, я бы сказал так, что Вы озвучили в самом начале, что результат Ростовской области – это второе место в Российской Федерации по показателю роста производительности труда предприятий, участников национального проекта. Поэтому, конечно, я оцениваю хорошо. И это происходит благодаря, конечно же, предприятиям, которые включены в процесс, собственникам, руководителям этих предприятий, которые сыграли свою решающую роль, свои заинтересованности, участия в проекте. Это те предприятия, которые прошли путь от вовлечения первого лица до вовлечения персонала. То есть тот самый непростой путь, когда, преодолевая разные трудности, сложности, сопротивления, были найдены совместными усилиями решения, предприятия продвигались вперед. Именно благодаря вот таким предприятиям Ростовская область вышла на второе место по показателю производительности труда в Российской Федерации. И вот как раз об одном из таких предприятий у нас подготовлен сюжет. Давайте сейчас его посмотрим. Инструменты бережливого производства помогли Ростовскому трубному заводу всего за год вдвое увеличить оборот с 450 до 800 миллионов рублей. Эти показатели позволяют компании войти в федеральный нацпроект по повышению производительности труда. А это и льготные кредиты от Фонда развития промышленности, обучение топ-менеджеров и другие бонусы. Примечательно, что компания несколько лет пыталась самостоятельно более эффективно выстроить производственные процессы, но удалось это сделать только с помощью специалистов регионального центра компетенций. Сотрудники их обладают знанием и опытом. Они владеют информацией, владеют технологией. Они непосредственно осуществляют контроль работы и внедрение своих технологий на предприятии. Производительность труда выросла, вслед за ней и прибыль. Но главный результат – с повышением ответственности сотрудников завода за свой труд. Рабочие на предприятии стали действительно частью коллектива. Ушла вот эта вот прослойка руководства операторов, руководства мастера. Сейчас это один большой целый механизм. То есть каждый сотрудник поднимает, что от его работы зависит качество готовой продукции. Еще пять лет назад на российском рынке полимерных труб была высока доля иностранных производителей. Сейчас их практически вытеснили отечественные компании. В основном заводы оснащены иностранным оборудованием и бережливые технологии актуальны, как никогда. Все комплектующие на оборудование немецкие. Сейчас временно закрыты границы, и мы не можем очень быстро докомплектовывать запчастями наше оборудование. Поэтому, прежде всего, мы рассчитываем на инструменты бережливого производства. Сейчас жизненно необходимо повысить уровень обслуживания того оборудования, которое у нас есть. Максимально предотвращать поломки, прогнозировать их. Ростовские трубы используют при строительстве крупных водоводов и газопроводов не только на юге страны, но и в Донбассе. Важно еще и то, что нацпроект «Производительность труда», по моим наблюдениям, не требует огромных миллиардных вложений из бюджета, но при этом отдача довольно-таки существенная от налогов, от новых рабочих мест на предприятиях. Скажите, на Ваш взгляд, какие перспективы тогда у реализации этого проекта? На самом деле, этот вопрос продолжает предыдущий. Перспективы достаточно хорошие, потому что сам нацпроект это такая вещь, которая имеет обоюдную выгоду. То есть предприятие, прежде чем получить возможность в бюджет заплатить больше налогов, оно же получает благодаря этому проекту возможности как раз повысить свою производительность, для того, чтобы заработать больше денег, повысить свою эффективность, повысить свою прибыльность, а соответственно и, конечно же, потом поработать на общее благо, я имею в виду всего общества, всей страны, выплачивая налоги в большем объеме, если говорить о налогах. А вообще, конечно же, предприятия, реализуя эту программу, получают очень высокий эффект. И что важно, что происходят изменения не только в самом бизнесе как таковом, а и в том, что люди, сотрудники предприятий, которые вовлечены в этот процесс, они начинают иначе оценивать все. И как когда-то, по-моему, с вами в одном из интервью я говорил, что вообще-то проект это о людях, это про людей. Это в первую очередь изменения, которые касаются восприятия человеком того, что происходит на его рабочем месте, в том предприятии, где он работает. И в итоге это его заинтересованность в том, чтобы это предприятие росло, чтобы у него было более стабильное рабочее место, стабильная хорошая заработная плата. Ну и, конечно же, перспективы как личностного роста, так и, конечно же, роста предприятия. Это взаимосвязанные между собой вещи. Если хорошо работает предприятие, и оно эффективно, то и люди, работающие в нем, тоже чувствуют себя уверенно и спокойно за свой завтрашний день. Стабильность в нынешних условиях — это очень действенная мотивация. Да, тут вы, конечно же, правы. Большое вам спасибо за интересную беседу и желаю вам успехов в вашей работе. Спасибо, Мария, и вам всего того же. На сегодня это все. До встречи на нашем канале и удачи в делах! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова